Посоревновались в рыбной ловле. Сотрудники двух ведомств полиции и следственного комитета сошлись на льду лимана, чтобы выявить самых талантливых и успешных рыбаков. Такие встречи уже вошли в традицию и носят по большей части дружеский характер, хотя дух соперничества все же присутствовал. Как это было в нашем сюжете. Под яркими лучами весеннего солнца расположились самые заядлые рыбаки следственного комитета и полиция. Несмотря на то, что ход корюшки в этом году в наших краях не самый лучший, каждый рассчитывает поймать хотя бы одну заветную рыбку. Ведь именно она сможет принести победу как в личном зачете, так и всему ведомству. В состав жюри вошли по одному представителю с каждой командой и член общественного совета при управлении МВД. Организация соревнований по рыбной ловле была очень удачной, потому что с помощью этого можно было сплотить следственные комитеты и полицию в таком соревновательном духе. И забыть о будничных проблемах, рабочих делах, чтобы люди могли отвлечься. Сегодня удача была явно на стороне полиции. Первая и все последующие рыбки, которые так вкусно пахнут свежим огурцом, шли на крючок сотрудников городского отдела. Следственный комитет был вынужден признать свое поражение. Сегодня мы, от лица всего управления, достойно проиграли эту эстафету по спортивному лову корюшек. Зачет у нас только один бычок, хвосту которого мы использовали в качестве наживки. Ни одной поклевки даже за целый час. Все призовые места достались только полицейским. Итог 29 корюшек. В личном первенстве победу одержал Андрей Рогозин, поймав 14 рыб. Второе место занял Роман Шумский. У него 8 хвостов. И замкнул тройку лидеров Николай Перцев с результатом 7 рыбок. Возможно, в следующем сезоне повезет следователям, так как подобные соревнования уже вошли в традицию. И в этом году проводились уже второй раз. Анна Мартяжкина при содействии пресс-службы УМВД России по Чукотскому автономному округу специально для службы информации.